Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучиваем вопросы и ответы, которые задавали мне в разных учебных заведениях. Вопрос 3272, 18 том, открытым оком. Что скажете о методе оздоровления по Иванову и об его учении? Говорят, что у вас вообще не была настоящая Ивановка. Где она теперь? Ответ. Они меня приглашали к себе, я выступал у них раза три. Вот там где-то клубы там и разные. Потом мне встречались люди, которые после этих бесед целой группой вышли от них. А одна из них как раз и была кандидат сельскохозяйственных наук Надежда Шестакова. Но она не была членом нашей общины. В поселке Потеряевке жила одно время кандидат медицинских наук. Это Золотова Вера Федоровна. Мы долго не допускали ее до крещения, ибо она была в близком общении с ивановцами. Но она описывала все на то, списывала, что до встречи с нами не знала субрелигиозной подоплеки и никогда паршивого паршека не считала за Бога. Даже с маленькой буквы. Это Вера Федоровна Золотова уехала, и потом слышно было, что она перешла к старобрядцам. После этого меня ивановцы даже в зал к себе не стали допускать. Одержимый демонами полусумасшедший творец Абракадабр, за которым пошли совсем уже безумные нехристи, писал из статьи, делая полный разбор его бредов в сравнении с Библией. Иванов Порфирий Корнеевич, самый настоящий антихрист на русской земле, которому полновесна анафема при жизни и после его лютой смерти. Послание Галатам. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема 1 Иоанна. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время 2 Петра. И из любостяжания будут уловлять вас листивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Есть хорошая статья про лжепророка Порфирия. Петанов, В.В.Порфирий Иванов, Бог земли и ремея. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Человек создан по образу Божьей бытия. Бог, обладая свободой воли, даровал ее и своему возлюбленному творению, но человек может использовать дарованную ему свободу как во благо, так и во зло. Бог есть источник жизни, ибо как Отец, как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын дал иметь жизнь в самом себе, Иоанна. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. Человек может принять этот источник жизни, но может и отвернуть его, тем самым совершив грех богоступничества. Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое в Таразаконии. Грех богоступничества, в свою очередь, приводит к духовной смерти. Ибо возмездие за грех смерть римлянам. В Священном Писании говорится, горе мира от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит, от Матфея, блажен человек, который приносит искушение, потому что, быв испытан, он получает венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Какие мне вопросы задают, там Кришну, Агни-Йоги, Иванова, и на все вопросы надо ответить. Ответить так, что их даже находятся сторонники здесь, ни один рта не раскроет, совершенно. У меня было такое, Роза Андреева, там, Роза Мира собирались, какие грамотные люди. А у меня была большая аудитория, как актовый зал в Алтайском техническом университете. И там как-то вот так вот идут ступени, где, ну, парты выше, 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 выше. Ну, я вышел, сказал, все рассказал, они пришли сражаться, ни один даже не вышел, ни один. Одним из самых страшных и самых древних соблазнов всегда был соблазн самообожествления бытия, желание стать Богом, отвергнув единого истинного Бога. Так как Господь Бог на шесть огонь единый, Господь единый. От Марка. Сделала ангела Божьего Люцифера, сказавшего Буду подобен Всевышнему Исаия, сатаной. Отвержение Творца и желание занять его место сделала Люцифера носителем смерти, так как нет жизни в отрыве от ее источника. Но попытки самообожествления, знакомые не только миру ангельскому, но и миру человеческому, они продолжаются поныне во многих людях, потому что многие совратились вслед сатаны, 1 Тимофея, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в цена противления, Ефесяна. В людях, которые подражают дьяволу, способному принимать вид ангела света, 2 Коринфяна. Выдают себя за светлых учителей, спасителей, человечества, в действительности не спасая, а губя людей. В нашей статье мы поговорим о духовных претензиях небезызвестного в России Порфирия Корневича Иванова и о том, как выглядят его претензии в свете христианского вероучения. Прежде всего, вкратце познакомимся с биографией нашего героя. Это мы читали. Вот, дальше посмотрите, где работать, коротко так, затормозите и посмотрите. И дальше. Было два сына, старший погиб во время войны, а младший жив до сих пор. Умер. 10 апреля, в возрасте 85 лет. Такая общая канва жизни этого человека. Духовное наследие Порфирия Иванова состоит из 300 тетрадей, представляющих его дневники, в которых он записывал свои мысли. Сразу необходимо отметить, что последователи Порфирия Иванова в основном печатают не оригинальные труды своего учителя, а варианты, подвергнувшиеся значительной редакторской правке. В данной статье будут использованы как работы, отредактированные последователями Порфирия Иванова, так и оригинальные тексты самого их учителя. Благо, что последние изданы и доступны теперь всем желающим. Издавая оригинальные тексты, тетради Иванова его последователи писали. Выполняя волю автора, мы не меняли орфографии и пунктуации его письма. Нам хотелось бы донести звучание и ритм чувства гармонии и знания смысла жизни с точки зрения учителя. Вне всякого сомнения, причины всегдашнего основательного редактирования оригинальных трудов Иванова бросятся читателям в глаза. Что же касается звучания ритма и чувства гармонии, а также знания смысла жизни в кавычках, которые якобы заключены в письменах Порфирия Корневича, то представляем эти декларации Ивановцев на суть читателя. Но в первую очередь остановимся на вопросе, затронутом нами в заголовке статьи «Кем читал себя Порфирий Иванов?». Обратившись к наследию Иванова, можно найти в частности следующее его утверждение о себе, самом. «Она природа, его Иванова, как мать родная приняла, Бога произрастила». Далее говорится, Иванов сам себя Богом не выдавал предученными, но сама история заставила. Так без дела имя Бога не получишь. Иванов утверждает, что он победитель природы, учитель народа, Бог земли. «Я спортсмен, закаленный человек, можно сказать, Бог земли. Богом быть не трудно, не дурно. Я этому делу есть Бог всемогущий и знающий, что делать. Я есть истина, я есть Бог», выделено нами. Итак, по мнению Иванова, он не больше, не меньше, как Бог земли, Бог всемогущий. А его фраза «Я есть истина», знакомый любому христианину, правда, из Уз Христа. «Я есть путь истинной жизни», Иоанна 14,6. Интересно, что Порфирий Иванов не скрывал того, что объявил себя Богом земли самостоятельно. Прежде чем сам себя объявит Богом, надо обзавоевать место у природы. Помимо вышеперечисленных именований, Иванов приписывает себе и следующее. «Победитель природы и учитель народа, учит людей новому небывалому». «Победитель природы и учитель народа, ты теоретик и упразднитель живого здоровья». «Я, — говорит Иванов Порфирий Корневич, — не такой, как у все люди есть. Зависимы мои вояки-борцы с природой. Я независимый любитель природы человек». Как можно понять, Иванов считал себя не только Богом, но и победителем природы, учителем народа, независимым любителем природы, а также и эволюционным человеком. Сама природа, по мнению Иванова, поклоняется ему как Богу. Природа не гнивается на одного Бога и не хочет никому кланяться, кроме как одному Богу. Он не отворачивается от природы, он любит ее очень крепко и не уходит от всех условий ее. Интересно отметить, что это природа, которая кланяется Иванову. В свое время заставила его быть вором. Я был вор, и этого сделал не сам, а природа меня заставила делать. Также, согласно утверждениям Иванова, именно природа научила людей убивать друг друга. У природы люди стали учиться, научились, как будет надо другого кого-либо стрелять, убивать, для того, чтобы он не жил. Порфирь Иванов объявляет себя спасителем. Помогает учитель, победитель природы, Бог земли. Он пришел на землю для спасения жизни. Он спаситель на всего мира, в людях, тех, кто знает учителя и кому он дал здоровье. Это он есть Бог земли. Это эволюционный человек, Порфирь Иванов, Бог земли. Он пришел на землю, чтобы спасти мир, людей своим поступком удовлетворить. Он человек, но дело его не человеково. Выделено нами. Здесь мы также видим откровенные претензии Иванова на роль Христа. Ведь, как говорит Священное Писание, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Христос, как единственный Спаситель Иванов, отвергается, равно как отвергается и второе пришествие Христа. Он предсказал не ждать Спасителя с небес, что прямо противоречит словам Христа о своем втором пришествии. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую» от Матфея. Помимо того, Порфирь Иванов приписывает себе власть судьи народов. «Я не человек до многовремени, а тот, кто будет за наше все сделанное судит. Мое дело будет право, мое будет Богом. Я стану судить, старое начну. Я поэтому всему являюсь на земле Бог. Верите, не верите, а добро мое получаете. Я пришел на землю всех верующих и неверующих осудить за их хорошее и теплое». Фактически уже тем самым Иванов ставит себя самого на место Христа, ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. «Самообожествление Иванова очевидно, и последователь обращаться к нему с молитвой. Меня нужно просить, будешь всегда здоров, проси меня как учителя. Учитель мой, дорогой, дай мне здоровье». В Священном Писании читаем «И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» от Иоанна. «Также, подражая Иисусу Христу, Порфир Иванов оставил после себя двенадцать учеников, в своих кавычках апостолов, которые, как считается, были избраны им лишь-то». Все это заставляет вспомнить слова Священного Писания Луки. «Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их от Луки». Отношение Иванова к церкви ярко выражено в следующих его заявлениях. «Если мое не подойдет, то ничего не подойдет. Хоть как хотите, поступайте, но дорога одна». То есть, дорога, предложенная Порфиром Ивановым. «Двухтысячелетию у ад идет вперед священник». На наш взгляд, этими словами Иванов недвусмысленно объявил, что его учение является единственным путем к спасению, а путь церкви – это дорога в ад. Один журналист как-то задал Порфирь Иванову вопрос. «Говорят, вы в Бога веруете?» Брешут. «Верил когда-то, пока не понял, что Бог пребывает на земле, в людях, кои сумели одержать победу над собой. Очевидно, что к людям, одержавшим победу над собой, он относил в первую очередь самого себя». Основным доказательством божественности Порфирь Иванова его последователи считают необычные способности своего учителя. Например, он мог сильный мороз, иногда доходящий до 40 градусов по Цельсию, долгое время находиться на улице почти без одежды. Мог обойтись в течение длительного срока без пищи и воды, мог лечить людей. Но можно ли подобные способности рассматривать как доказательство о его божественности? Попытаемся разобраться в этом вопросе. Сильный мороз могла выносить, например, Елена Рерих, основательница оккультного учения огней йоги, в котором не скрывается огненависть махатм к христианству. Дошедшая до открытого приветствия махатмами физического уничтожения большевиками православных христиан в России, В своих письмах Елена Рерих отмечала весь, кавычка открытый, весь 29-30 год, с весны до самой зимы я спала на мешках, наполненных ледяной водою, а у кровати моей стояли лохани, наполненные снегом, чтобы я могла охлаждать ноги и руки. Такое, кавычка, охлаждение необходимо было Елене Рерих после общения с махатмами, которые учили свою ярую последовательницу. Йог может чуять жар и холод вне зависимости от внешних причин. Вы, Рерихи, убедились, что ни холод, ни высота не повредили вашего здоровья, потому что они были агни-йогами. Не только оккультисты могут легко переносить мороз. В буддизме, который вообще отвергает существование Бога, есть практика, которая называется Туммо. С помощью этой психотехники буддист способен не только выдерживать любой мороз, но даже при крайне низкой температуре высушивать на голом теле мокрую одежду. В истории православной эскетики известны случаи, когда люди, пребывая в состоянии прелести, могли спокойно переносить сильные морозы. Об одном из таких случаев и рассказывает святитель Игнатий Брянчанинов, познакомившийся с афонским монахом, выпавшим, как выяснилось, прелесть. Кавычки открыты. Оказалось, что Иеромонах носит вериги... Иеросхимонах. Иеросхимонах носит вериги, почти не спит, мало вкушает пищи, чувствует в теле такой жар, что зимой не нуждается в теплой одежде. Даже во время беседы с этим человеком, святитель Игнатий ощущал исходящий от него жар. Узнав, что Иеросхимонах практикует восторженную и мечтательную молитву, святитель Игнатий Брянчанинов прорекомендовал ему попытаться молиться так, как куча святой цепи православной церкви. Когда же монах проследовал его совету, все его способности мгновенно исчезли. Кавычки открыты. Далее в беседе с афонсом, я не видел той самонадеянности и той дерзости, которые были заметны в нем при первом свидании, и которые обычно замечаются в людях, находящихся в самообольщении, мнящих о себе, что они святы, или находятся в духовном преуспеянии. Через месяц он опять был у меня и сказывал, что жар в теле его прекратился, что он нуждается в теплой одежде. Как долго смог бы Порфирий Иванов продержаться на морозе в одних трусах, если бы их призвал Христа? Кстати, нужно заметить, что непременной, отличительной чертой православного подвижника является смирение, публичная демонстрация необычных способностей, дарованных подвижнику Богом, православным святым, не свойственно. Сама по себе способность исцелять людей еще не доказывает божественность своего источника. В наши дни это истинно очевидно. Примеров такого рода и целителей, в кавычках, предлагающих свои услуги немало. Лечением, в кавычках, зачастую занимаются люди, обращающиеся к сатане, как к духовному источнику своей способности. Между тем, для христианина здоровье не является главной целью. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир от души своей повредит от Матфея? Иисус Христос исцелял страждущих от Матфея. Но нигде не учил, что здоровье – самоцель. Главный акцент евангельская проповедь делает на достижении жизни вечной. Обетование же, которое он пообещал нам, есть жизнь вечная от Иоанна. Первое. Спасение же возможно только в том случае, если человек обращается ко Христу. Деяние 21. То, что Порфир Иванов мог долгое время обходиться без пищи, также не доказывает его божественности. Священное Писание учит. Пища не приближает нас к Богу, ибо мы едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. Первое. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность. И мир, и радость во Святом Духе римлянам. Порфир Иванов ел мало, но, например, в йоге известны практики, позволяющие сократить потребность человека в еде минимум и даже избавить от нее вообще. Кавычки открыты. Я хорошо знаю Гирибалу, рассказывал мне Стихти Бабу. Она пользуется особой техникой йоги, которая дает ей возможность жить без пищи. Я был ее близким соседом в Набагандже, около Ичапура. Хотя я старался тщательно наблюдать за нею, я никогда не мог заметить, чтобы она ела или пила. В конце концов, мой интерес возрос до такой степени, что я обратился к Махараджи Бурдавана и попросил его произвести исследование этого случая. Удивленный всей историей, Махараджа пригласил ее к себе во дворец. Гирибала согласилась подвергнуться испытанию и жила в течение двух месяцев под замком, помещенной в небольшом отделении дворца. Позже она еще раз посетила дворец и оставалась там 20 дней. Наконец, третье испытание длилось 15 дней. Сам Махараджи сказал мне, что эти три строжайшие проверки вполне убедили его в том, что она ничего не ест. Если воспринимать отказ от пищи как критерий божественности, то у Гирибалы основания на божественные притязания было больше, чем у Порфирь Иванова. Правда, она себя Богом так и не объявила. Для характеристики истинного источника духовного вдохновения Иванова показательно обоснование его призыва отказаться от питания. Бог Земли призывал употреблять пищу и энергию. Подобные идеи также можно найти в книге известного индийского гуру Йогананды «Автобиография йога». Эту энергию Порфирь Иванов называл «эфиром». Кавычки открыты. В воздухе окружающим человека находится пища. Это эфир, движущийся с воздухом, проникающий насквозь организм человека. В нем живое условие жизни. В оккультизме этот эфир имеет много названий. Всеначальная энергия, психическая энергия и... Давай будем читать, оставим здесь, вот прочитает пускай, кому надо, прочитает. Мы много здесь, язык сломаешь. Вот прочитаете, опять продернем, и опять читаете. Держите на этом месте и прочитаете. Потому что, ну, одно и то же тут. Диагноз шизофрения тут. И вот отсюда считай дальше. Так, отлыки и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите, не гоняйтесь, Пиро Тимофея. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Ну, не знаю, почему тут оказалось, это прочитаем попутно тоже. Почему вот это вот, или оторвать его надо отдельно. Я, наверное, оторву вот это вот. Ну, уже 22 минуты. 22 минуты было. А то совсем ел, это не относится, вот это вот. Его просто выдрать надо.